Строительство любого дома начинается с фундамента, и именно там многие совершают ошибки. У вас после просмотра этого видео, как минимум, будет возможность этих ошибок не совершить. Всем привет! С вами Евгений, и это YouTube канал Дневник Строителя. Строительство фундамента начинается с копки траншеи, и уже тут большинство допускает одну и ту же банальную ошибку. Конечно же, начинают привлекать экскаватор, потому что экскаватор копает дешевле, чем ребята лопатами, ну и, естественно, он может выкопать за день, а ребята, которые копают лопатами, в них на это уходит несколько дней. То есть, естественно, экскаватор выигрывает как по стоимости, так и по времени, и большинство людей думают, что, естественно, выгоднее привлечь экскаватор. Но это большое заблуждение. Почему? Потому что экскаватор, когда копает траншею, он просто уничтожает ее геометрию. И какой бы ни был классный экскаваторщик в любом случае, в земле есть корни, в земле есть пеньки, и в любом случае это грунт и это экскаватор. То есть, это не копка лопатой. По-любому будут расхождения. Соответственно, геометрия попортится, вы уходите от расчетных размеров и получаете что? Перерасход по бетону. И даже если у вас идеальный земельный участок, к примеру, на котором никогда не росли никакие деревья и в земле нету корней, в любом случае экскаватор на углах и прочих других сложных геометрических решениях все равно не выберет весь грунт. Соответственно, бетончикам придется дорабатывать лопатами. И, как вы понимаете, за это отдельно все равно вы будете доплачивать. Ну и, конечно же, если строительство фундамента осуществляется весной или осенью, чаще всего именно в это время года люди и строят фундаменты своих домов, то грунт сырой, экскаватор тяжелый и плоскость участка он просто продавливает. Где-то остаются колеи, где-то он остановится неровное. Соответственно, при монтаже опалубки и в целом при строительстве вашего дома у строителей начнутся проблемы. Ну, вы понимаете, какого характера. И, естественно, в некоторых местах, как минимум, в монтаже опалубки на колее бетонщики могут попросить вас за эти сложности доплатить. Да, конечно же, можно привлечь мини-экскаватор. Его мы тоже иногда привлекаем. Он легкий и он гусеничный. И, соответственно, он не оставит никакие колеи и максимально сохранит площадь земельного участка. Но там тоже есть свои моменты. Начиная от пеньков, которые он может не выкорчевать, потому что у него нет такой мощи, как у средней GCB-шки. И продолжая плоскость участка, которую иногда до копки нужно почистить. Мини-экскаватор этого не сделает. Так что, друзья мои, копка-лента-экскаватором, ну так себе история. Давайте подведем итог при привлечении экскаватора для копки траншеи. Мы вроде бы экономим деньги, мы вроде бы выигрываем время, но экономим деньги при копке, а теряем деньги при объеме бетона и зарплате бетонщиков. Потому что, кроме того, что вы потратите больший объем бетона и потратите больше денег на его приобретение, зарплата бетонщиков, она тоже исчисляется от объема. То есть, чем больше кубов ребята заливают, тем больше денег вы им платите. Это не только у нас в городе, так в принципе и везде это закономерно. Дальше, что касаемо времени. Экскаватор, конечно же, выкапывает за день, а бывает даже за полдня, в зависимости от того, какие параметры вашего фундамента. Ребята с лопатами будут потеть несколько дней. Это, конечно, факт. Но при той геометрии ленты, которую после себя оставит экскаватор, и при той плоскости земельного участка, опять же, которая оставит экскаватор после себя, ребятам будет крайне сложно монтировать опалубку, монтировать пленку в ленте фундамента, до которой мы сейчас, кстати, дойдем. Соответственно, все эти работы будут усложнены. На них придется потратить больше времени, и, соответственно, как опять же только что я говорил, ребята-бетонщики имеют полное право за эти сложности попросить у вас доплатить. Соответственно, ничего мы не экономим, как и при копке, и также при сроках самого строительства. И еще одна немаловажная ошибка, которую тоже многие совершают, не то что даже частники, а многие строительные так называемые компании, застройщики, прорабы в общем. Что это за ошибка? Вот у нас есть фундамент, есть его расчетная глубина, ну, допустим, 100 сантиметров его глубина. Как люди при копке траншеи начинают измерять эту глубину? Берут рулетку и начинают просто опускать до дна и до плоскости участка, и смотреть, ага, тут у нас метр, тут 80 сантиметров, тут нужно доработать. Это крайне неправильно, потому что 99% земельных участков, они с уклонами в разные стороны. А фундамент у нас должен стоять максимально в уровень. Соответственно, нужно брать либо нювелир по-хорошему, как это опять же делаем мы, либо какой-то другой уровень, но не важно. И вы должны периметр вашего фундамента выбить по уровню. И копку нужно осуществлять тоже максимально в уровень. Поэтому, когда я провожу обзоры наших домов, говорю, глубина ленты, допустим, от 80 сантиметров до 110 сантиметров, потому что мы не отталкиваемся от плоскости участка, мы отталкиваемся от уровня. И где-то у нас может быть минималка 80, где-то может быть метр, а где-то даже метр двадцать. То есть вот этот момент, друзья мои, берите на заметку. Следующая банальная ошибка, которую совершают большинство, это монтаж пленки в ленте фундамента. Давайте вообще изначально разберем, для чего эта пленка нужна. Потому что многие люди считают, что она выполняет функцию гидроизоляции, многие считают, что она напрямую как-то усиливает марку бетона. Друзья, кратко говоря, основная ее задача, как минимум на моих объектах, это непосредственно отсечь грунт, корни и возможный мусор, который есть в земле, от бетона, который мы будем принимать. Ну, естественно, когда мы в голую траншею принимаем бетон, сразу уходит с бетона много влаги. И как бы мы его водообогащали, но у нас же вода весь объем бетона не покроет, соответственно, вот эта пленка идеально выручает от того, чтобы не ушла лишняя влага и не попал мусор в бетон. Это основная ее задача. И какую ошибку тут совершают люди? Они выбирают обычную пленку. И не важно, сколько микрон в этой пленке, и не важно, какой качественный монтаж производят бетончики. В любом случае, вы просто задумайтесь, что такое бетон. Это щебень, это мокрый песок и цемент. То есть, это определенная нагрузка. Подается под давлением, неважно, с бетононасоса, с бетоновоза. В любом случае, она сыпется. Потом еще его прорабатывают вибратором по бетону. Вы просто представьте, эта пленка, она физически не выдержит этих нагрузок. Соответственно, она либо порвется и потеряет свою прямую функцию, свое прямое предназначение, либо пойдет расслоение бетона. То есть, она где-то попадет между двумя слоями бетона и тоже ничего хорошего с этого не получится. Потому что вы потратили на нее деньги, вы заплатили за ее монтаж, а еще только и больше вреда сделали, чем если бы ее вообще не было. Соответственно, как это делаем мы и почему это правильно? Я на всех своих объектах, без исключения, можете посмотреть по обзорам уже построенных домов, использую кровельную гидропленку, кровельную гидроизоляцию. Она не порвется, она достаточно жесткая. И она даже более того, скажу, что в ближайшие годы немного выполняет функцию гидроизоляции, потому что она влагу через себя вообще не пропускает. Соответственно, она защищает фундамент. Поэтому мы используем ее. Но, конечно же, если быть откровенными, ее стоимость дороже. Но! Речь идет о каких-то двух, максимум трех тысячах рублей. Друзья мои, на строительстве фундамента это вообще сущие копейки. Лопаты будут дороже стоить для бетончиков. При монтаже опалубки многие совершают ошибку в плане выбора материала. Кто-то заказывает фанеру или USB-шку, которая сама по себе тоненькая. И если бетончики где-то поставят недостаточно подпорок, то ее просто разопрет. Ну и, соответственно, нарушится геометрия монолитного изделия. Дальше вы понимаете сами, что хорошего от этого не будет ничего. Плюс! После того, как вы примите бетон, вряд ли вы где-то сможете фанеру использовать при строительстве своего дома. И вряд ли бы фанеру вы сможете продать на выгодных условиях кому-то. Соответственно, друзья мои, как бы вы понимаете, что фанера отлетает. Дальше. Многие используют доску-дюймовку толщиной 25 мм. Ну, типа, из нее тоже можно собрать опалубку и стоит она дешевле, чем 50 мм. Опять же, риск того, что где-то при приеме бетона, особенно если высота цоколя более 70 см, и подача осуществляется с бетона насоса, большая вероятность того, что где-то ее немножко разопрет, выдавит. Опять же, теряем геометрию и тут всем все понятно, чем это чревато. Бетончиком очень сложно с ней работать, потому что еще в отличие от фанеры, она индивидуальная. И как бы они ее не расшивали, поверьте моему опыту, большинство фундаментов, которые я видел, где использовали при монтаже опалубки доску-дюймовку, это постоянно где-то она ушла, где-то ее выдавила. После полного приема бетона использовать дюймовку вряд ли куда вы сможете при строительстве своего дома. Для крыши она не пойдет, для каменщиков, которые выставляют леса, чтобы строить стены, она тоже не подойдет, потому что она тонкая. Ну и опять же, после приема бетона продать ее как БУ очень будет сложно, потому что мало ее останется в достойном состоянии. Она тоненькая, она быстро гниет, она быстро портится. Итог, как поступаем мы и почему это правильно? Опять же, по обзорам построенных домов можете посмотреть, что в основном я использую доску 50 на 150 мм, 50-ку, у которой толщина 50 мм. Да, при закупке она изначально выходит дороже, чем дюймовка, но, кстати, не дороже, чем фанера или USB-шка. Но доска толщиной 50 мм, она, естественно, более прочная за счет своей толщины. Соответственно, бетончиком нужно конкретно накосячить для того, чтобы ее где-то выдавило, и опять же, у вас были проблемы с геометрией вашего монолитного изделия. Соответственно, если бетончики используют ее аккуратно, как в нашем случае, в дальнейшем она достанется в достойном состоянии каменчикам, которые смогут с нее собирать леса и строить стены вашего дома. И если у вас дом двухэтажный, то также ее можно будет использовать для монтажа опалубки, плиты, перекрытия. И самое главное, если эксплуатация будет идти адекватно, как делают мои ребята, то большинство, ну скажем так, 70% этого леса в дальнейшем мы, к примеру, перевозим на другие объекты, вы сможете продать как БУ опалубку. И это будет очень интересно и выгодно для вас. Поэтому, если у вас монолитный цоколь и вы стоите на закупке материала для монтажа опалубки, доска 50 на 150 мм это просто идеальный вариант. И я думаю, ваши бетончики тоже будут со мной солидарны. Правильное изготовление армокаркасов фундамента, как и в целом, строительство всего фундамента и расчет должен быть от конструктора. То есть, друзья мои, сколько людей мне задают вопросы, подскажите, какую вы используете арматуру, какого диаметра, на хомуты какую вы используете. Ну вот эти банальные вопросы, которые, наверное, задают мне в неделю по 10-15 раз. Я уже на них даже не отвечаю. Поймите, у нас на каждый дом, на каждый проект есть определенный расчет. И даже если это везде один и тот же ленточный фундамент, то можете посмотреть по обзорам. Где-то у нас 4 продольных протоарматуры, где-то 3, где-то для хомутов мы используем катанку диаметром 6,5 мм, где-то это арматура диаметром 8 мм. То есть, друзья мои, везде должен быть определенный расчет. И, естественно, везде должны люди выполнять эти работы, которые понимают, что они делают. Но, конечно же, есть моменты, которые можете контролировать вы лично. Начиная от защитного слоя бетона. То есть, у вас есть армокаркас или арматура в ленте вашего фундамента. Так вот, эта арматура нигде не должна докасаться ни до пленки, ни до опалубки, ни до самой траншеи. Везде должен быть защитный слой бетона толщиной минимум от 3,5 см. То есть, для идеального понимания вся арматура, весь металл, который есть в ленте вашего фундамента, должен быть полностью в бетоне. Тогда он будет рабочий. Тогда он будет выполнять свою прямую функцию. Если где-то арматура выходит из бетона, потом демонтаж опалубки бетончики провели, вы приезжаете и видите, что вот торчит арматура. Это огромная проблема. Во-первых, при растяжении осадков фундамента это может сыграть негативную роль. Во-вторых, эта арматура начнет ржаветь, гнить, коррозия, но и тоже хорошего от этого не будет абсолютно ничего. То есть, защитный слой бетона. Дальше. Перехлесты продольных прутов арматуры. То есть, они должны быть максимально плотны друг к другу. Не должно между ними быть никаких щелей, зазоров. И длина этих перехлестов должна быть не менее 40 см друг от друга. Все, что меньше, как некоторые, оставляют по 10-15 см. Это перехлест не рабочий. Опять же, при осадках, при растяжениях будут проблемы, потому что толку от него нету абсолютно. Это равносильно тому, что у вас просто разъединен армокаркас или арматура. В этих местах чаще всего, кстати, появляются трещины. Вот эти моменты, друзья мои, контролируйте вы лично, даже если вы ничего не понимаете в расчете, но у вас есть глаза и вы способны эти моменты разглядеть. Ну и финишный момент, который также можете проконтролировать вы как по армокаркасам, так и в целом по всему армированию вашего фундамента, арматура должна быть установлена по уровню, то есть она не может идти вот так вот волнами, сикость-накость, она должна быть максимально в уровне, потому что, как и фундамент, она работает только, когда она стоит в уровне. Если арматура стоит под наклоном, то, друзья мои, проблемы тоже могут быть. Установка закладных гильз в фундаменте, подвод, труб, водопровод, канализация, возможный кабель электроэнергии, друзья мои. Их тоже нужно устанавливать в процессе изготовления армокаркаса. Ни в коем случае не слушайте бетончиков, которые могут предложить вам после полного приема бетона, когда они демонтируют опалубку, пригласить людей, которые занимаются алмазным сверлением, и вот они вам четко сделают аккуратное отверстие в ленте вашего фундамента, и соответственно, там канализационные трубы, трубы водопровода вы спокойно заведете, будет все классно, нет. Это неправильно. неправильно почему. Две основные причины. Первая причина. В процессе изготовления этого отверстия вы можете повредить продольные пруты арматуры. Соответственно, она перестанет работать, ну и дальше вы понимаете, чем это чревато. Второй момент. Алмазное бурение. Это не бесплатно, это стоит денег. Кто за это будет платить? Бетончики? Нет. За это будете платить вы. Поэтому, пускай устанавливают закладные гильзы. Да, там есть определенные сложности. Не просто так бетончики предлагают их сделать потом. Сложность эти заключается в том, что если ты эту гильзу неправильно установишь, то естественно, туда может попасть бетон в дальнейшем, придется ее разбивать. Это лишняя работа, это лишние проблемы. Ну и к тому же сама установка этих гильз, она тоже требует определенной ответственности. Соответственно, гораздо проще демонтировать опалубку, начертить и пригласить алмазников. Поэтому, многие вот этот вариант и предлагают. И опять же, вы поймите основной смысл. нету никакого потрясающего расчета, чтобы вот именно понимать, где у вас будет выходить канализационная труба, где будет заходить вода. То есть, все прекрасно понятно, это можно элементарно выщет. Поэтому, друзья мои, установка закладных гильз должна осуществляться сразу. Бетон, который приехал на ваш объект, должен быть не сильно жидкий и не сильно густой. Он должен быть однородный и максимально пластичный. Если, к примеру, вам привезли густой бетон, то в этом определенно ничего нет страшного. Особенно, если такое время года, как сейчас, то есть, немного холодно и сыро, в основном все и привозят густой бетон. Туда добавляется вода, бетон-авоз вам на объекте прям его подмешивает и, естественно, делает его немного жиже, вы начинаете его принимать. Это нормально. Но если вам привезли жидкий бетон, то это очень плохо и когда я вижу, что приехала машина прям с жидким бетоном, зачастую я могу ее отправить обратно. И не важно, что с КСМом я работаю много лет, потому что КСМ мог привлечь наемного водителя. Этот наемный водитель мог договориться с вашим соседом по дороге к вам вылить один куб бетона с вашего объема соседу, но вы поняли на каких условиях. Естественно, компенсировать этот куб водой, то есть долить воды, перемешать его, привезти максимально жидкий, рассказывая, к примеру, что сейчас теплое время года, нам его делают таким жидким, чтобы он не застыл по дороге. В общем, вот такую историю вам могут рассказать. Увидели жидкий бетон, имейте полное право отказаться, потому что жидкий бетон это минимальное качество и это 100% не будет та марка, которую вы заказывали. Поэтому про жидкий бетон, я думаю, вы все поняли. Дальше, момент самого приема. Ну, конечно же, при приеме бетона вы должны использовать вибратор по бетону, даже если вы заливаете не фундамент, а армопояс. По-любому он должен быть. Вибратор убирает возможные пустоты и делает бетон однородным. Также, если у вас глубина фундамента, особенно с монолитным цоколем, превышает 130-150 см, рекомендую заливать в несколько уровней. Как мы это делаем? Как правило, от 40 до 60 см заливаем один слой, пока ребята его кто-то вибрирует, с другой стороны уже начинают заливать в ноль, то есть второй слой. Таким образом получается, мы равномерно принимаем бетон, ребята его хорошенечко провибрируют, ребята бетончики, и соответственно, в бетоне не будет никаких пустот, он будет максимально однородный. Вот это самый правильный прием бетона, который есть, это вам говорит человек, который в год заливает минимум от 15 до 20 с лишним фундаментов. Но как вы понимаете, у меня опыт есть, это я не просто так сейчас вам сижу придумываю. Правильный уход за бетоном тоже, конечно же, должен быть. После полного приема бетона и выравнивания его по нулевым отметкам, обязательно герметично застилайте его пленкой. Что дает эта пленка? В теплое время, конечно же, сводит к минимуму возможное преждевременное высыхание и заветривание бетона, соответственно, отсутствие трещин и, естественно, равномерный набор прочности. В поздней осени до ранней весны, когда у нас холодное время года и когда большой процент влаги, то есть постоянно идет дождь, снег, ну вы поняли, такие природные явления, конечно же, много влаги может попасть в ваш бетон. Пленка эту влагу отсекает, особенно, когда вы принимаете бетон, пошел дождь, все, лишняя влага в бетоне, как только что я объяснял, это очень плохо и это будет очень чревато, последствия будут по-любому. Поэтому не ленитесь, обязательно накрывайте пленкой, неважно, в какое время вы принимаете бетон. Ну и, конечно же, увлажнение водой. Если это теплое время года, обязательно нужно приезжать в последующие дни проливать водой. Что дает вода? Сводит к минимуму. Возможное преждевременное высыхание и, естественно, выдерживает марку, то есть бетон набирает прочность равномерно. Соответственно, качество вашего монолитного изделия, а в данный момент мы говорим о фундаменте, остается на расчетном уровне. Вот такие, казалось бы, банальные, но очень важные ошибки совершают многие люди. У вас после просмотра этого видео, конечно же, есть возможность этих ошибок не совершить. Не забудьте оформить подписку на наш YouTube канал. Всем пока!